Есть еще один убой для агрессоров пакет помощи от Запада. Россия пытается остановить все усиливающийся поток диверсий в тылу новыми репрессиями и преступно забирать войска украинцев с оккупированных территорий, чтобы закрыть дыры с набором россиян, не желающих агрессивной войны. Это новости сегодня. Я Андрей Засаднюк. Приветствую вас. Российская армия снова проявила свою террористическую сущность, нанеся ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Балаклее. Очередное военное преступление оккупантов, направленное именно на массовую гибель гражданских. По последним данным, в результате атаки пострадали уже 13 мирных жителей. Люди находились в пассажирском поезде, который прибыл на станцию. Ракета, предположительно, «Искандер», разорвалась в воздухе. Осколки изрешетили вагоны. Спасатели и медики, прибывшие на место для оказания помощи раненым после первого удара, тоже попали под обстрел. Погибли фельдшер и спасатель. Они настоящие герои, до последнего выполнявшие свой долг. Агрессоры специально выбрали время и место атаки, чтобы убить как можно больше беззащитных людей. Здание вокзала серьезно повреждено. Выбиты окна и проломлена крыша. Электропоезд, принявший на себя осколки, оказался всего в 15 метрах от эпицентра. Этот российский теракт направлен на запугивание мирного населения и срыв перевозок. Кремлевский режим ждет неминуемая расплата за все его злодеяния. Кстати, об ответе агрессору. США готовят для Украины очередной пакет военной помощи на рекордную сумму – еще 6 миллиардов долларов. В него войдут системы ПВО Патриот, артиллерийские боеприпасы, беспилотники, противодроновое оружие, авиационные ракеты. Контракты с американскими оборонными гигантами на годы вперед. Так что ВСУ без поддержки не останутся. Пентагон отмечает огромный разрыв в расходах на оборону между Украиной и Россией. Чтобы уравнять шансы, Запад будет и дальше наращивать поставки вооружений. Да ведь, как сказал глава комитета начальников штабов США генерал Браун, когда Украина получает нужное оружие, она способна эффективно бить врага. Американцы уже передали нам и ракеты Атакам с большой дальности. И ВСУ успешно применили их для ударов по ключевым объектам в тылу оккупантов. Окупанты начинают призыв на срочную службу молодежи с захваченных территорий Запорожской области. Это стало известно от главы Запорожской ОВА Ивана Федорова. В конце марта диктатор Путин подписал указ о призыве на срочную службу граждан РФ. Исключений для новых оккупированных территорий в указе нет, заявил Федоров. Также известно, что Гауляй Тербалицкий создал призывные комиссии для временно оккупированных территориях. О своих громких заявлениях, что жители временно оккупированных территорий не будут призывать на службу, по меньшей мере пять лет, теперь, конечно, молчит. Привлечение жителей временно оккупированных территорий к службе в армии страны оккупанта это нарушение международного законодательства, подчеркнул глава ОВА. Госдуме предложили увеличить тюремный срок по статье о диверсии до 35 лет. О планах внести соответствующее изменение в уголовный кодекс сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Писарев. Правительство депутатов поддерживает. А значит, ужесточение меры вопрос лишь времени, причем недолгого. Отчего так российская власть вдруг заерзала и под чего испугалась? Об этом расскажем в сюжете. Правительство РФ поддержало увеличить тюремный срок по статье о диверсии до 35 лет. Такова жизнь. Ранее этот срок был до 30, но, видимо, теперь в России не все так гладко с партизанами. В эту деятельность увеличено не менее 10 тысяч человек на территории России. И, соответственно, это уже достаточно большая величина, чтобы ее просто так игнорировать. Об увеличении срока за диверсию написал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Писарев в своем телеграм-канале. Эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения спецопераций и возросшей диверсионной активности врага. Правительство их поддержало. Внесем в ближайшее время. Имея в виду жителей Украины под словом «враги», Писарев мягко намекает, что в России диверсии нет. И такие законы касаются как раз-таки украинцев. Хотя, если подумать, каким боком эти же украинцы к законам России. Они, в принципе, пытаются сделать вид в публичной плоскости, что русский народ един. Там ренегатов нет. Что это только украинцы или украинцы могли кого-то за деньги купить или обмануть, запугать и так далее. Также этот же Писарев написал, что Госдума и на этом не остановится. Она предложит усилить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или же религиозной ненависти. Ох, и напортили Кремлю имуществ. Что они так взяли за это? Сам факт как раз того, что они ужесточают чисто уголовное наказание, понимают, что по сути-то они знают, естественно, что это делают сами россияне. Потому что в отношении украинцев это не играет никакой роли. Вот, значит, такие заключения, это, конечно, прежде всего, про россиян. И сигнал об этом они дают прежде всего у россиян. Такой себе мягкий намек для жителей России. Но вопрос, поможет ли увеличение тюремного срока уменьшить диверсии, ведь 35 лет это почти что пожизненное. Я, честно говоря, думаю, что это никак не может повлиять, потому что, ну, этот срок, это уже и так, и так выглядит как пожизненное заключение. Тут еще фактор такого депутатского карьеризма. А то есть те люди, которые это предлагают, они, соответственно, хотят выслуживаться перед Кремлем, им не так важно, там, насколько эта инициатива имеет смысла или не имеет смысла. Главное, что она показывает их лояльность и то, что вот они думают о том, как защищать режим. В России уже давно понятно, что все, что происходит, это явно не для людей, а для того, чтобы всесильный Путин их заметил и, может, даже поблагодарил. И очень показательная история. Героя так называемой СВО приговорили к 22 годам колонии за изнасилование и убийство пенсионерки. Кировский областной суд вынес приговор жителю села Новый Бурец в Кировской области России. Иван Росомахин, экс-боевик ЧВК «Вагнер», признан виновным в изнасиловании и убийстве пенсионерки, еще и с особой жестокостью. Росомахина завербовали в ЧВК «Вагнер» в 2022 году. Тогда он отбывал 14-летний срок за убийство односельчанки, которая пыталась выгнать его со своего двора. Подробности жизни в российской глубинке далее. Вот оно, хваленое лицо российской армии. Участник так называемой СВО, который убивал украинцев, вернулся домой и теперь принялся убивать своих односельчан. Произошло убийство в 2019 году. И народ в то время боялся, пока не поймали Росомахина и не признали его виновным. Кировский областной суд признал виновным в изнасиловании и убийстве пенсионерки. С особой жестокостью экс-боевика ЧВК «Вагнер» Ивана Росомахина. Те граждане Российской Федерации, которые нарушили законодательство и были осуждены российским законом к отбыванию сроков в местах лишения свободы, после, соответственно, заключения договоров ЧВК «Вагнер» и определенного времени пребывания на передовой, они вернулись в Российскую Федерацию и Россия, как говорится, умылась кровью. Росомахина завербовали в ЧВК «Вагнер» в 2022 году. В это время он отбывал срок за убийство односельчанки, которая пыталась выгнать его со своего двора. Мужчине присудили 14 лет заключения. Но вы Ивана Росомахина знаете? Знаю. То, что он убивал, да. А вы знаете, кого он убил? Я-то Иванова, сухольник, думал. После определенного времени пребывания на линии боевого соприкосновения, а за разными оценками это может быть от полугода до полутора лет, соответственно, все претензии со стороны российского правосудия, они фактически аннулируются. То есть человек получает погашение, соответственно, срока тюремного заключения, вне зависимости от того, сколько ему еще оставалось отсидеть. И этим пользуются те люди, у которых тяжелые сроки, я еще раз подчеркну, от 10 и более. Вместо отсидки Росомахина отправили на войну, а потом он вернулся и продолжил убивать. Его новой жертвой стала 85-летняя Юлия Буйских. Убийство произошло в соседнем городе Вятские поляны. Росомахин изнасиловал и сильно избил пенсионерку, а затем нанес ей колото-резанные раны. Женщина умерла от полученных травм. Как правило, они не выживали. Смертность среди ЧВК Вагнера еще на момент того, когда возглавлял ЧВК Пригожин, была порядка 80%. То есть российские спецслужбы фактически решали таким вопросом для себя несколько вопросов. Это фактическая утилизация криминального элемента, в том числе криминальных авторитетов. Это уменьшение криминогенного давления на места лишения свободы. Ну и, соответственно, снижение уровня криминогенной ситуации в самой Российской Федерации. Ну, как видим, ударило бумерангом. То есть ни о каком снижении криминогенной ситуации не идет речь. Те выжившие из числа ЧВК Вагнер, штурмовики, которые имели проблемы с законом, возвращаются и фактически занимаются террором против мирных граждан Российской Федерации. Местные жители рассказали, что после возвращения с войны Росомахин держал в страхе все село. В одной руке, говорит, пиво, во второй, говорит, я не помню, говорит, не знаю, пакет, не знаю, что. Во второй руке у него вилы. Вилы, топор, нож. И идет, орет, убью всех, перережу всю семью. Напуганные люди боялись даже выйти на работу. Трудно представить, сколько таких Росомахиных гуляет по России. То, что ожидает Российская Федерация, это всплеск криминальных преступлений. То есть резкий, причем всплеск. С учетом того, что количество завербованных ЧВК Вагнер, это по разным оценкам, от 60 до 80 тысяч. А пока что Россия уже считает трупы. Ленинградская область. Бывший боец ЧВК Вагнер Александр Серов расчленил Петербуржку после ссоры. Как сообщает Фонтанкару, тело пропавшей женщины оперативники нашли в двух чемоданах. Один из которых в спешке выкинули из закона. И будет еще больше. Ведь сначала они убивают украинцев, а потом возьмутся за россиян. Наш выпуск подошел к концу, но также сегодня смотрите выпуск в тренде. Расскажу, откуда за поребриком целых 16 миллионов работников интим-услуг. И почему россиянки и россияне продают себя оптом и в розницу. Расскажу также, что с Кадыровым. Спойлер с ним не очень. Расскажем. 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 Продолжение следует...